Володя, вот меня все время люди спрашивают, я немножко как-то не по себе делается у меня вот этих вопросов, там говорят, что учить? Ну, это известный вопрос, джава или пайтон, там, джаваскрипт, там, или, не знаю, там, C-шарп, или, ну, что-то вот такое вот, или, говорит, какие технологии, есть вот какой-то прямой ответ, или все это отлукавлено? Нет, ну, что хочется, то и учите. А если ему все равно, ну, вот он хочет такое, например, чтобы потом легче с работы? Нет, если вот я хочу учить, чтобы денег много зарабатывать, ну, такое не получится, надо, ну, как-то, жить профессией, чтобы нравилось. А если человек начинающий, он ничего не знает, ни об этом, ни о том, ни о десятом, на двадцатом, он хочет пойти и учиться, но хочет понять, что ему учить. Алгоритмы? Что? С самого начала, с самой азы, алгоритмы. Есть такие курсы по алгоритму? Ну, да, тут же, там, 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 даже и на русском есть куча всего. Они, конечно, фиговые в плане качества, может быть, чуть-чуть. Да. А, ну, так курсеру студировать. А вот есть люди, которые, например, алгоритмов не знают, а могут взять и сделать какой-нибудь ugly веб-сайт. Ну, рад за них. Да, но и у них ощущение, что они уже какой-то продукт создают. Ну, если этот продукт будет покупать, если можно себя продать, то, а что нет-то? Хорошо, вопрос. Что нужно? Вот молодой человек, ему, там, не знаю, девятнадцать лет или даже шестнадцать. И он спрашивает, что мне такое учить, чтобы через несколько лет, набравшись опыта, меня бы легко взяли, там, куда-нибудь в Америку, там, вот как-то вот так. Чего учить? Я не знаю, в Америку гребут всех. Ну, то есть, если в Маломальске, там, что-то уже умеешь, там, 3-4 года опыта, уже... Для визы, я думаю, 3-4 маловато. Да, для визы маловато, но... Тремя-четырьмя годами можно поехать в Европу по Blue Card. А куда? Да, практически в Минске. То есть, я работала, например, в Минске, и у нас с ребятам приходили через LinkedIn приглашение на интервью в Польшу, например. Но в Польше они, там, аутсорсинг на Google, да, или что? Ну, то же самое, да, ну, тот же Google, без разницы. Переехать в Польшу, так же годик поработать, и оттуда можно двигать. По рабочей визе? Да, по той же L1. Можно в Швейцарии, вот я знаю, людей переезжали. То есть, буквально, сколько у человека было, по-моему, года 4 или 5 опыта. Какого? Что учить? Вот вопрос, что учить? Ну, окей, пусть будет JavaScript. И через 5 лет выходцы из... А что вот произошло с JavaScript? Вот я просто помню лет, ну, не знаю сколько, 7-8 назад, какой-то был человек, я в первый раз услышал фразу, он с гордостью сказал, я JavaScript-программер. Я чуть не умер от смеха, и я думаю, надо же, человек, вместо того, чтобы стыдиться такого бреда, он еще и горд. Я думаю, как JavaScript-программер, это был такой нонсенс, понимаете? А сейчас, как бы, JavaScript стал каким-то вполне человеческим языком. Или отношение к нему изменилось? И отношение... Перелезло очень много с сервера на клиент. То есть, большую часть сейчас работы в приложениях делает браузер. Так. Значительную часть. Значительную. Да, значительную часть. Нет, понятно, что без сервера ты не сможешь там базы данных сделать, или еще что-то. А просто усложнился сам пользовательский интерфейс, сам UI. Ну, хорошо. Сам опыт пользователя работы с машиной. Но подождите, если мы отдаем больше обработки информации, больше отдаем на браузер, то дальше мы попадаем в суровую проблему того, что браузеры разные, по-разному, значит, интерпретируют один и тот же код. В этом вся суть фронтенда. То есть, надо знать особенности браузера. То есть, можно так? Сейчас нужно знать. Сейчас, конечно, они, по большей части, сейчас хром победил всех. Но все равно надо сафари знать. И я уже ушел, появился эдж, но сейчас сафари хуже стал брать. А джим пользуется народ? Я вот не знаю. Да, пользуюсь. Ну, найда, пользуются, конечно. На винде же куча всяких планшеток, они же продаются не зря. А вот там эдж сайд. Если не знаешь, что учить, но хочется в программировании, нужно взять курс архитектура в приложении, например, на Курсере. На той же Курсере она есть, очень хороший курс. Он рассчитан, по-моему, на 6 недель или на 4. Интенсивный? Там человек, профессор, он американец, он говорит на довольно хорошем английском. И, в общем-то, вот эта сложность. Он дает самые азы, что такое веб-приложение, из каких частей оно состоит. То есть, что такое база данных, что такое сервер, что такое клиент. Азы самые. Да, как они между собой общаются. То есть, как информация с вашего браузера попадает на сервер. Там, HTTP. HTTP, CSS, JSON, REST API. То есть, все туда включено. Да. Это очень классно. После этого курса вы будете понимать хотя бы, что такое сервер, что такое фронтенд, что вам интереснее. Что такое база данных, зачем она нужна. База данных, они тоже бывают разные. И сервера тоже. Язык сам по себе для сервера. Это инструмент. То есть, если вам интересно делать сервер, то вы будете выбирать какой-то уже инструмент. Java, Python. Я вот смотрю, что и вы, и ваш супруг все-таки имеете такую склонность начинать сначала. Да. Потому что люди говорят, какой язык учить. А вы говорите, ну, а смотря для чего. Ну, это в том, что методологию-то надо понимать вообще. Зайчик, мы все понимаем. Но дело в том, что молодость, она стремится к действию, а не к изучению теории. Говорит, вот хожу в университет, трачу зря время. Ну, да, как строить дом? Ну, давайте возьмем молоток. Или взять лучше пилу. Сначала надо план нарисовать. Нет, архитектура вам в любом случае нужна, потому что вам же нужно знать, что такое приложение. Из какой числи? Даже для тестирования оно необходимо. То есть, вы же должны понимать, где вы вообще находитесь. И какое ваше место в этой системе. То есть, первый вопрос на интервью... Не по годам мудра, понимаешь? Это всегда, как бы, а что мы делаем, как бы, вот... Как оно, господи, я забываю эти вопросы на интервью. Постоянно спрашивают про архитектуру, вот это. МВС архитектура, что это такое. То есть, это какой вопрос ни глянь, вопросы на интервью. Везде будет про МВС, вот что это такое. Что это, что это? Вот модуль вью-компроллер. Кратко расшифровывать. Да, но я думаю, такого ответа маловато будет. Ну, маловато. Ну, нужно... Ну, купите. С этой хохмочкой далеко не уйти. Ну, дальше выясняется, что она устарела. А насколько интенсивно человек должен впахивать, чтобы оставаться на своем... Как бы, не устаревать хотя бы. Я не буду вперед убежать, но хотя бы не устаревать. Ну, вот я учила программирование два года назад. На Курсере, на этих курсах. Я изучала JavaScript и AngularJS фреймворк. Да. Сегодня он уже считается устаревшим. А что сейчас в моде? Сейчас уже React, Vue. А что, сложно перепрыгнуть с одного на другой? Нет. Что такое фреймворк? Нет, не сложно. Ну? Ну, она достаточно динамично развивается. Другие концепции, архитектура растет. То есть, именно фронт-энд развивается очень быстро, очень стремительно. Угу. Идет новый веяние, появляется. Но с AngularJS можно начинать. То есть, работы на него много. Даже на JQuery работы много. Значит, если кто-то хочет искать первую работу, вы можете ему посоветовать, скажем, поехать в Челябинск? Ну, там найти работу проще. Я не думаю, что стоит. С Москвой вы никогда не сравнивали там? Я не знаю никому. Про Москву. Хорошо. То есть... В Челябинске у нас есть друзья, которые буквально два-три месяца и переучивались. В программисты? В программисты. Ну, не из домохозяек, из чего-то более инженерного. Из инженеров. Из инженеров у нас все друзья инженера. То есть, ну, у нас, например, друг был, он с механико-технологического. То есть, у него программи... Нет? Автотрактор. Автотракторный. Простите. Да, это то же самое. То есть, программирование не было вообще. И он как раз начинал с курса по питону для начинающих программистов. Потому что не знал даже основных понятий терминов. Ну, потом успешно нашел работу. В Минске посложнее. А к какому возрасту, товарищи? Нашего. То есть, к тридцатничку там что-нибудь. Хорошо. Вот в Минске, в Челябинске... Есть какой-то возрастной ценз? Вот, скажем, возраст, начиная с которого, ну, что называется, тебе не светит. Или там, скажем, не по нулям, но уже совсем плохо. Я не знаю. Так родился и ночевать, но начинать уже не надо. Я не знаю. То есть, в Минске, например, я работу искала. Мне не спрашивают, не обращали внимания. Не то, что у меня нет белорусского паспорта, не то, что я девушка. А кто-то спрашивает, скажем, возраст, они знают ваш? Вы должны где-то его указать. Меня никто не спрашивает. То есть, они вас нанимают и не знают, сколько вам лет? Нет. Прямо как в Америке. Мне уже прислали у Джо Пофер. И я говорю, а, в общем-то, ничего, что я из России? Они говорят, ну, конечно, ничего. Говорят, а у тебя, значит, трудовой книжки нету? Я говорю, нету. Он говорит, ну, значит, заведем. И все. То есть, можно жить? Да. Ну что же, хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!